Всем доброе утро! Вы на канале Моя Семья. Сегодня у нас 10 февраля. Утром мы едем на работу и хотим заехать на рынок. Мы, кстати, заезжаем на рынок. Леша еще не в курсе. Я в этом году хочу поэкспериментировать с рассадой. Хочу попробовать вырастить что-то сама. Я обязательно сниму, как я это все делаю. Интересный способ в улитках. Подсмотрела из интернета. И для этого мне надо пластиковые ведра, где-то на литров на 5 с крышками, чтобы делать потом мини парничок. Хочу на рынок поехать, сейчас купить такие ведрышки. Вот хочу показать вам отдел на рынке. Мы подошли к моей любимой знакомой. Она продает вот такую всякую разность для огорода. И она сейчас сама скажет пару слов о себе. Олечка. Урожайная грядка у нас в магазине. Умеется хорошие семена, качественные семена. Подходите, тут все будет. К тем постоянным покупателям скидки будут. Класс. А где тебя найти? Как называется? Сама я закончила по специальности агроном. Так что буду подсказывать, как сажать. Найти центральный рынок. Центральный рынок напротив мясной... Вот я сейчас и так повернусь. Вот, да, мясной павильон. И вот вход в рынок, если сбоку заходить. И вот сразу Олечка тут стоит у нас. Отпечатай так. Престиж сколько стоит? 35, бабуль. Да. Есть у нас, смотрите, голландские семена, если кого интересует. Угу. Потом... Да, выбор большой. Олечка только все свежее, все попривозила. Все свежее. Я у нее всегда сама тоже покупаю. Все растет. Качество семян отличное. Так что подходите, тут все будет. Покупатели у нас постоянные. Я тут стою уже 20 лет. Обалдеть. Со стажем. Со стажем. Хорошо. Все хорошо. Подскажу, как обработать, что сделать, как променить какие-то... Юля вот, кстати, тоже у меня скупляется. Да, я же говорю, да, я у нее самый постоянный клиент. Да. Это, мышам, крысам, если надо, все тут есть. Самое главное, сейчас огород надо, цветочки, вот сними какие-то цветочки красивые. Давай, давай. Это всем надо. Класс. Да, уже можно питунью сеять, да, Олечка? В декабре сажают цветочку, в декабре... Вот. Главное, чтобы вы не перепутали, потому что я отвечаю только за свои семена. Только те, которые у меня. На рынке семян очень много. Приходите к Оле, и вы будете с урожаем. Да, вы приходите в гости, будете 100% с урожаем. Все. Спасибо, Олечка. Удачи тебе. Спасибо, и вам спасибо. Жду всех тут. Если что, звоните на телефон 050-688-2974. Оля, и я буду вам делать, принимать заказы. Проходите на яды, на семена, на все. Да, да, да. Ну вот, рабочий день подошел к концу. Сегодня как никогда устала. Леша меня забрал. И сейчас мы приехали в магазин. Леша сейчас на ремонте у него несколько ноутбуков. Какие-то ему надо запчасти купить для ноутбука. Я его жду. И пришло сообщение мне, что на новую почту пришла посылка. Мы заказывали вытяжку на кухню, и вот она наконец-то пришла. Сейчас поедем забирать. Дома покажу распаковку, сделаю. Покажу, какую вытяжку купили. Это у нас получается кухня. Семь лет уже вот эта мебель, которая вы видите, зеленая. И я семь лет была без вытяжки. Потому что мы заказывали кухню еще когда Леша с Вовой не занимались мебелью. И нам специалисты, в кавычках, сделали немножко ее неправильно. То есть стандартная минимальная вытяжка 50 сантиметровая, она туда не влазила. И сейчас, как вы видите, нескольких фасадов нет. Фасадовый ящик. И мы там утеплили стену. Поэтому сейчас Леша будет полностью переделывать эти ящики, уменьшать их. И наконец-то теперь у нас влезет вытяжка. Самая маленькая, но влезет. Я очень рада этому. Наконец-то у меня будет на кухне вытяжка. Уже вечер. Мы с Соней хотим позаниматься логопедическими упражнениями. Сонечка плохо выговаривает букву Р и букву Л. И мы записались на уроки к логопеду в шале. Мы уже ходили на первое занятие. И вот нам дали целый список, какие дома делать упражнения. Развивать речевой аппарат, язык, губы. И сейчас мы с Сонечкой попробуем. Это наше первое занятие. Вдруг у кого-то нет возможности посещать логопеда. Или кто-то просто не хочет водить куда-то своего ребенка. Вы можете вполне сами дома научить ребенка выговаривать букву Р и Л. Давайте вместе с нами это сделаем. Повторяйте за нами. Я надеюсь, у нас вместе получится говорить букву Р. То есть нам сказали, если букву Р она научится говорить, то буква Л, буквально там несколько уроков, и буква Л станет туда, куда надо. Потому что это практически одно и то же попадание языка на небо. Ну, все, начинаем занятие. Привет! Так, Сонечка, значит, первые у нас идут дыхательные упражнения. Ты должна проговаривать звук А и О. Сначала давай громко. Рот широкий . А. 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 Теперь губки. О. Громко. О. А. О. А. Рот пошире старайся открывать. А. Молодец. О. Вот так вот губки. О. Молодец. А. О. А. О. А. О. Так. Теперь тихо мы говорим. Фиксик нас отвлекает. Теперь тихо говорим. О. О. А. О. А. О. Хорошо вытягиваю губки. О. А. В. А. О. О. А. Второе упражнение. Артикуляционные упражнения. Заборчик. Зубы. Вернее губы в улыбке. Сын. Выпрямляем. Нет. Теперь выпрямляем. Ну обычный рот сделай. Обычный рот. Просто сомкни. Вот. Теперь опять. Хорошо тяни щёчки. Назад. Чиз. 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 Соединяй сразу губки. Потом опять. Растянула. Стянула. Растянула. Стянула. Растянула. Стянула. Молодец. Хоботок. Соня. Хоботок. Хоботок. Да. Губы вытянуты вперёд. Как дудочка. Тяни. 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 Расслабила. Тяни. 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 Расслабила. Расслабила. Не. 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 Вот так. Не сжимай их. Вот так. Вперёд. Как уточки. Губки такие. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Тяни. Вот так. У-у-у. Вот так. Как будто у-у-у-у. Вот. Расслабила. Опять тяни. У-у-у-у. Иголочка. Показать острый язык. А ну давай. Вот. И тут начинаются у нас проблемы. Вся проблема у Сони в том, что она не может делать острый язык. Поэтому она, когда лопаткой его ложит на небо, у неё буква Р не получается чётко. И надо учиться вытягивать язык. Качели у нас. Да. Вот так. Вправо-влево язычком. Теперь вверх-вниз. Так. А для того, чтобы помочь Сонечке, значит, смотрите, как мы делаем. Мы берём варенечко. Держи. Вот тут чуть-чуть ей мажем. И теперь открывай рот. И старайся языком дотянуться. Вот. Умничка. И смотри. В зеркало тебе надо вот это облизать. Облизывай. Не губами. И рот открыт. Открывай так рот. Держи зеркало. Открывай рот. Вот так. Открытый рот. И языком вверх. Во. 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 Вот. Вот. Умничка. Ещё давай. Тянись-тянись язычком. Вот. 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 А ну ещё ближе. Там варенье осталось. Вот. Видишь, какой у тебя остренький язычок. Остренький. Вот. Молодец. Давай ещё чуть-чуть тебе намажу. Вкусное варенье? Ага. Давай. Тянись. Остреньким язычком. Давай. Вот. 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 Молодец. Теперь вниз давай. Вот так. Смотри на меня. Ага. И язычком облизала. Да. Теперь опять вниз. Вот. Молодец. Острый язычок. Вот так смотри. Смотри на меня. Вот. Да. Вот это острый язычок. Напрягай его так. Угу. Да. 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 Вот. Умничка. У нас практически уже. А ну вниз ещё давай. Острый. Угу. Угу. Ага. Ага. Теперь в сторону. Остренький. Ай какой остренький у Сани язычок. Молодец. Вниз давай. Угу. Острый. Ага. Вот. Молодец. Отлично. Так. Это мы и иголочку и качели с тобой сделали. Да? Поняла как? Угу. Вот. Молодец. Уже могу просто? Угу. Уже могу просто? Да. Давай попробуй просто. Без варенья. Давай попробуем просто. Угу. Угу. Да. И вниз теперь широко длинный. Угу. 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 Это просто надо вот тут вот так вот. Сжимать язычок. Напрягать его. Да. Угу. И вверх его. Сжимать язычок. Теперь лошадку. Как вы делали лошадку? Язычок в ротике. Да. Так. Умничка. А теперь пулемет. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно проговаривать звук Д. Ды. Широкий рот. Вот так. Язык бьется по верхним зубам. Ды-ды-ды-ды-ды-ды. Ды-ды-ды-ды-ды. Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. И широкий рот. Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Ой, какой пулемет у нас шикарный получился. И теперь, Сонечка, у нас пальчик чистый, указательный. И какой у нас пальчик должен быть? Твердый, твердый пальчик. Указательным пальчиком поднимаем язык. Вверх поднимаем язык. К небу. К небу. Угу, угу. Это легко. Это легко. Водними язык вверх. И произносим звук Д. Д. Устала? Давай еще разочек. Язычок вверх поднимаем к небу и дыкаем. Д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д Тебе понравилось варенье? Да! Ну, давай, показывай, как ты варенье облизываешь. Вот, 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 вот! Да, да, да! Классно! Ага, ага. Тяни, тяни, тяни его. Да, 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 да! Да! Вот так! Моя умница! Ты рада, что у тебя получается? Да! Молодец! И еще варенье! И еще варенье! И еще варенье! А вот и еще варенье! Да, так ты через два урока будешь букву Р выговаривать, если как язычок у тебя хорошо получается. Да? Угу. Молодец! Ну, давай еще раз намажь! Не, не так! На губку! Вот! Как и обещала, показываю вытяжку, которую мы купили. Фирма Минола. Модель написана. HCL 510. Белый цвет. 50 сантиметров. Сейчас раскрою, покажу. Так, ну, вот она. Верх ногами я ее положила, чтобы не погнуть вот эти решеточки. Проверяем. Света горит. Включаем. Наконец-то у меня будет вытяжка. Проверяем. Я очень довольна. А, ну вот, крепежи в вытяжное отверстие. Вот какая-то тоже планка, тоже, наверное, фиксировать ее на стене или в модуле. В общем, это Леша разберется. Ну, и, скорее бы, только еще повесил бы Леша это все дело. У меня есть такая пословица. Скупой платит дважды. Я думала, это про нас. Оказывается, эта пословица не про нас. Про нас, наверное, какая-то пословица. Ленивый платит дважды. Вот честно. Когда эти вытяжки стоили, я помню, 500-600 гривен, мы думали, потом. Потом. Не потому, что не было денег. Ну, как бы, были. Их лишних нет никогда. Ну, можно было выделить. Ну, как-то. Ну, потом. Потом они стали 800-900. Что-то там откладывали. Ну, в общем, лень была матушка купить. Это ж надо, если купить, то надо переделывать кухню. Ну, вот. А теперь, когда она стоит 2000, мы решили ее купить. Лучше поздно, чем никогда. Ну, слава Богу, мы ее купили. Мебель уже вот-вот Леша с Вовой должны переделать. И будет красота. Буду тогда пирожки жарить и все остальное делать. Потому что сейчас это очень проблематично. У нас кухня соединена с залом. Студия, получается. И весь запах идет. И коридор, и зал, и кухня. Мы только спальню закрываем всегда. У нас спальня закрыта. Там свежий воздух. В общем, поделилась я сегодня с вами покупкой. Буду заканчивать на сегодня наш влог. Желаю всем исполнения их желаний. Удачи. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok